привет меня зовут эт и я продолжаю свою обширную серию которая будет длиться еще пару месяцев точно о методах средствах и народных рецептах лечения такого непростого заболевания и очень распространенного как гипертония все ссылки на предыдущие серии а также на будущее в течение двух трех месяцев вы увидите под каждым из видео из данной серии следующий рецепт для решения планомерного проблем с гипертонией рецепт очень известны хотя и в узких кругах его очень часто везде рекламируют и размещают на различным на различных форумах в интернете значит нам нужно воспользоваться аптекой и купить такие спиртовые настойки настойка пиона настойка валерьяны настойка пустырника далее этих настоек нам нужно взять по 4 флакона то есть если каждая из этих настойку вас продается во флаконе по 100 миллилитров значит каждого настойки надо 4 флакона то есть 400 миллилитров каждой настойки далее нам нужно будет еще настойка эвкалипта 100 миллилитров если у вас по 50 значит две баночки нам надо набрать 100 миллилитров дальше спиртовая настойка мяты нам необходимо 25 миллилитров мы практически все собрали нам нужно будет еще специи гвоздика такие маленькие маленькие веточки цельные обязательно цельные цельные веточки специи гвоздика 10 штук дальше готовим соответствующую банку чтобы перелить туда все эти флакончики банка должна быть с запасом далее переливаем в эту банку все наши собранные флаконы в тех градациях которые я назвал дальше в конце кидаем туда 10 веточек гвоздики закрываем банку и ставим на полку в темное обязательно место то есть какой-то закрытый шкаф или в кладовку или где-то еще в таком состоянии пусть она стоит встряхивать нежелательно так должна наша настойка дальше настаиваться и стабилизироваться три-четыре недели после этого она уже будет окончательно готова к прием через три-четыре недели можно начинать уже принимать данную настойку принимать ее очень легко берем одну десертную ложку этой настойки можно на небольшое количество воды можно просто глотать ее и запивать небольшим количеством воды как хотите три раза в день до еды ровно один месяц никаких перерывов никаких я забыл и так далее четко ровно один месяц принимайте по вот этой схеме которую я только что вам и озвучил после месяца приема делаем 10 дней перерыва ровно 10 дней далее все то же самое повторяем после второго курса перерыв делаем 20 дней не 10 уже дней от 20 дней и можно повторить третий курс и все ближайшие полгода данную настойку больше не пьем через полгода можно заново сделать два три курса в этот период чередуем этот рецепт и любой другой мой рецепт который вы увидели в описании лечимся следим за своим сердцем поддерживаем его и выздоравливаем с вами был это спасибо за внимание ставьте мне пальчики вверх подписывайтесь делитесь друзьями данным видео в соцсети и до встречи завтра на моем канале пока подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем удачи и мир вашему дому